Привет, друзья! Мы начинаем наш выпуск как раз уже в середине выпуска, потому что нас снятие мачты застало врасплох. И сейчас мы ее таки снимаем. Фух, отдышка! Короче, все, что я сейчас делаю, это вот такие вот штуки я вынимаю. И добро пожаловать на канал Капитан Герман в технический выпуск. Погнали! Что ты там делаешь? Да вот эти шпины, разгибая. Очень близко, мы как... Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Там такая гадость Посмотри, как кит близко поворачивается от катамарана Там прям 10 сантиметров Я тебе говорю, первый раз, когда это делал, я офигела Он сидит и ржет, что говорит, типа, близко я там Что же у нас здесь полезного? Ролики, гаечки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, вот мы и лежим на... Так, что у нас здесь? Ну, тут у нас все нормально Сейчас мы это все открутим Сейчас мы это все посмотрим Это лишнее снимем Начинаем с всех тех процедур, которые меня неимоверно бесили Я хочу поменять антенну Тихо, тихо, ну полегче Пытаюсь же Воу-воу-воу Ладно, я просто возьму тогда саму антенну откручу Так Слушай, Сереж А то, что мы положили мачту на мягенькие подстилочки Оно же теперь так люхтит сильно Ничего страшного Мачту мы снимали, потому что мы решили поменять лампочку Она у нас не работала Ну а что? Ну а что? Чего бы не снять мачту? Богатая жизнь на другая Знаешь, что я туда полезу на высоту лампочку менять? Страшно же Охренеть просто Выглядит вообще прилично, нет? Ну сюда же оно герметичное Сюда ничего не попадает Я понимаю так, что здесь вся проблема Там, дальше В проводах Лишнее снимаю На самом деле здесь оно так все устроено примитивно Ничего сложного Это вот этот топ, который я Тогда лазил и снимал Потому что у нас закончились ролики Вот эта штука мешает, все, пойду сниму Ну что, пошло дело? Да Только не сломай Просто что я хотел сделать Смотрите Здесь Вот эта антенна Она прямо зафиксированным внутрь кабелем антенны И меня вот это вот очень сильно напрягает Потому что в случае чего она же не ремонтопригодная Потому что, ну, может она, конечно, как-то разбирается Но я в этом сомневаюсь Вот А я думаю, она запрессовывается и все Я хочу это снять У меня есть другая антенна Которую я себе спокойненько сюда поставлю Которая будет работать А эту мы оставим на всякий случай А другая лучше этой? Конечно А новую-то штука купила? Ну да, я же новую купила Ладно, я так糟 и курина Нарезаем Круто Я п modes перемещу И поэтому я нашел Стоит Неwith Иди отсюда Я haulю ПอLe Немножко Стоит Стоит Олендж Олендж сначала все разбираем потом все собираем ты клана и не забудь последовать я это уже делал сверху сидя значит и скажу так намного намного удобней когда сидишь сверху вообще не прикольно цена вопрос 300 баксов за подъем но я думаю там под 500 получается вот начнем с того что здесь нет 300 нет вот посмотришь я думаю что где-то около 450 будет я же договаривался на же счет не проверим там снизу держится на верхнем углу там еще две веревки но ним где черный ослабляй по длине ма 17 наверное туда-сюда ходить может не чем-то привязать подвязать и вот как выглядят вот эти вот болтики но а я течу просто оказалось крайне желательно эту штучку мы так достанем отсю через отсюда они достать он проверяем что у нас здесь так вынимаем вот это ролик это у нас штормовой он крутится все окей все вставляем его обратно все это нормально потом заклепками притянем вот мне хочется раскрутить вот этот потому что у него вот эти гайки болты они затем заржавели что мне их не сильно получается открутить так нам его с горем пополам получилось выкрутить дина посоветовала взять большую отвертку рычагом я перед этим стучал ударная отверткой как-то безрезультативно короче вот у нас есть ролик и у него это сам ролик болтается поэтому мы его сейчас снимем так легко вот видите и надо насколько он разъезд за расточился вот просто нужно будет такой от ролик час не немного не фатально в магазине раз мы уже тут занимаемся ремонтами смотрите какой у нас облезший кронштейн радара часа его заодно сниму моего быстренько покрасим все просто сейчас откручиваю на 13 гаечки которым держится сам радар так вот он наш радар крепится он вот на таком вот разъеме а теперь сейчас я снимаю вот эту штуку вы что увидите сколько с нее всего облазит здесь 4 на 10 и все вот так вот начинаем заниматься важными и полезными делами итак вы видите что здесь все провода идут в кабель каналах кабель который у нас питал вай фай бустер он был просто внутри проведен так вот сейчас я хочу его туда пропустить то есть у меня длинный радарный видите какой он тут валяется я его сюда тихонечко сейчас запихнул вот так вот все а теперь оттуда вытащу и потом обратно проведу вот этот радар мы начинаем его тащить ну я думаю что вот смотрите вот у нас теперь два провода проведены в кабель канале теперь я его отсюда разматываю и радарный пропускаю в обратную сторону все у нас получается вай фай бустер заведен это сим рад называется сим рад вонс то есть такие косточки сим радов ски и вот у нас есть вот она я хочу поменять местами потому что здесь уже очень печальном состоянии сам наконечник сейчас я один примотаю к другому и опять же туда в кабель канала его запустим но для этого нужно его сейчас я вытащу в мачту отсюда его достану вот так вот что по прямой мы его могли спокойно туда провести у нас идут это нижние спредеры и задача сейчас эти turnbuckles поменять на новое надо еще будет тут здесь сорвать и открутиться все силы видите какая тут ржавчина находится под внутри на резьбе это я сейчас снимаю потом зачищаю и сюда будет одет новый turnbuckle ну что вот те которые на тросах выглядят вот так вот чистенько ну и вот это естественно тоже вот почищена и красивая теперь берем новый turnbuckle новую запчасть и одеваем собираем их вместе но предварительно намазав специальной жижей жижа у нас вот специальная для вот таких вот штук то есть для вант она абсолютно не пропускает воду естественно наши новые запчасти которые будут сюда сейчас установлены так одна есть теперь ну что вот первый готов он сейчас вообще никак не натянут он натягиваться будет уже когда будет мачта установлена переходим и делаем точно так же второй который у нас сейчас выглядит значительно хуже мы сейчас будем ставить ступеньки если у нас материалы такие которые типа алюминий там и какие-то сплавы это может быть проблема так внимания это я сделал хорошо смысле чем не подогнали такой скромный заклепочник сейчас будет тираж тиражат подержать подержи а ты их намочил нет сейчас я эту намочил ну что подпускай подожди 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 секунду так что спокойно это просто штука очень большая все нормально она плавно это были делает страшно пипец что реально такая вот прямо мощь чувствуется и потужность давай принесу тряпочку он уже всю не на данном этапе подержать так я думал будет значительно сложно тут она так на маленький ход нравится просто меня обычно вот эти вот заклепки на вот этих ступеньках все время задалбывают потому что они всегда держатся плохо надо же ровно чтобы он вошел да сейчас вуаля сейчас окажется знаешь ступенька не той стороной вот это теперь держится так как ему и надо держаться а не так как она держалась раньше хрен блин ну шикарная вещь я считаю мощность микс и потужность где вторая что ступенька ммм прощелкали так первая не 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 той же стороной ну вот прям об этом я и говорю блин а не той стороной ладно будем лазить вверх ногами там же и есть следы как она лежала это не центрует да есть все где это супер заклепочник еще одну и все так мы поставили вот эту вот штучку на нее у нас ставится baby stay видите все заклепки идут через господи как этот материал называется в общем чтобы не было коррозии с разными материалами короче я снял спрейдер посмотрите какая прикольная здесь система вот эта штука она жестко вмонтирована в мачту а потом здесь ездит такая гайка пластинка когда она здесь вставляется вы можете насадить спрейдер максимально глубоко вот прямо аж вот вот аж туда и здесь его затянуть и у вас будет спрейдер максимально сильно притянут то есть не будет ни углов ничего сейчас я вот как раз этим и хочу заняться ой там деревяшечки тебя может подержать там сзади его угол там что-то выпало оттуда там грязь это какой-то винтажный мессенджер или что это такое да он очень плохо здесь находится мы сегодня сгорим сережа ну можем уйти и ничего не делать у нас есть вариант бумеранг австралий нет нет а ты уверен что вот это должна быть здесь нет наоборот сто процентов но она бы так и не собралась все остается метка есть да 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 так все а теперь на эту хуйню одеваем штуку одеваем спрейдер ну это мы его потом подрегулируем это там же сейчас одну оденем Вот этот. Нормально, болты там не нужны, специальные. А ты уверен, дырку попал? Да. Кому сильно интересно, можно посмотреть как оно внутри работает, всё оно просто распирает. Ну что, ещё одно? Ты не натопчи песка в свой этот гризер. Обожаю этот заклёпочник, просто… Готов его украсть? Да. Жижа такая гадкая, ужас. Она очень жирная. И главное, она потом не отмывается. Очень плохо она отмывается. Нормалёк? Да. Будет вот такая вот антенна у нас вместо вот этой, которая на полу. Но это не гибкая в этом проблема. Да. Ну, может она лучше, не знаю, посмотрим. Но мы её не выбрасываем. Нет, нет, нет. Мы ещё поставим это всё на большую шайбу. Угу. Ну что, загорелая? Добавим трешечка. Отшавчина? Ну, чё-нибудь. Давай я её держу. Давай я её держу. Вот там вот, видите, где вот… Вот тут особенно видно. Такая прям аж сдутая, отшавчина. Сейчас мы её снимем, чтобы это всё не развалилось нам в руки. Короче, вот это у нас сейчас будет заменено. Вы видите, это Денемо, которую мы сделали сплайсинг в чехле. Теперь мы вставляем ролик. Мы купили новый ролик. Эй, почему? Она отсюда. Отсюда. Вот так всё. Он вот так вставляется. Потом вот сюда. И сюда уже ничего не… Всё, отлично. Да. Just in case. Она не пролазит? Нет. Точно. А теперь самая главная задача – нужно сюда вкрутить два болта. Сейчас я туда ВД-шкой обрызнул. Придущий. Хова. Первый пошёл. У нас эта банка роскошная. Там обычно её продают. Такой один грамм стоит там 30 евро у нас такое ведро просто. Богачи! Что поделать? Это же подарок. Да? Просто поделать. Ну что, по такому же принципу? Как откручивали, так и закручиваем? Не знаю. По чуть-чуть. Этот тоже чуть-чуть. Ну что? Нет. Бе! Ты дверь тут держишь. Ну что, потуже затянем? Как мы научились свинчивать болты. Свинчивать не свинчиваемое. Завинчивать не развинчиваемое. Вуаля! Готово. Так, ну что, крышечка идёт уже практически на место. Единственное, что вот эти вот болты почему-то вызывают большую коррозию. Поэтому мы их мажем. Фу, гадость какая. Слушай, а ну ты слишком много будешь. Ну да, я сейчас соберу. Это же нас. Это же у нас. Так, наверное. Ну да, потому что это же спинакер. Он идёт сюда, вперёд. Так. Так. А теперь самая гнусная часть. Но она делается здесь намного проще, чем наверху, должен сказать. Ну. Так. Затянуто. Четыре болта. Четыре гайки. Всё. С этим есть. Теперь подключаем якорный огонь. Я здесь сделал это специально. Специально. Я шуру по морду говорю. Чтобы ничего не паять, и не было ни одного лишнего подключения. Ты её зажмёшь просто туда? Угу. Сейчас я его вообще отключу отсюда. И соберу так, чтобы удобно было. О! Спасибо. Почему ты меня начинаешь снимать, когда я что-то держу в зубах? Опа. Нет, это ты, как только я отвлекусь, что-то хватаешь в рот. У меня второй в этом, в руке в этой. Нет, я ищу отверточку под крест. Ты попал? Да, конечно. Ну что, день у нас уже закончился. Мачту мы уже собрали. Все верёвки перепроведены, вся электрика перепроведена. Вот она тут уже у нас новая лежит. Вот эти Dynamo всё у нас уже стоят. Трек к нам так и не приехал, сволочи. Ну всё. Можно сказать, мы готовы. Из такого, ещё из прикольного, нужно поставить сюда радар. А Wi-Fi booster уже заведен в кабель-канал. Ну что, Диночка, ты устала? Что это за крышечкой? А это просто за крышечкой. Устала? Да, очень. И загорела. Ох ты. 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 Ох ты.